И сегодня на Руси преобладают иностранные идеологи. И сегодня Русь платит дань. Только форма выплаты ная, перекачка капитала, продажа недр, засилие иностранных некачественных продуктов питания. И сегодня очень внимательно отслеживается и идеологическая составляющая. Одно лишь упоминание о культуре Древней Руси приводит в действие механизм противодействия. И говорите о свободе слова. А почему же так боитесь, стремитесь оболгать и не дать народу ознакомиться с культурой своей страны? А вот почему. Культура наших предков прекрасна, радостна и высокодуховна. Япония и сейчас почти языческая страна. Римская империя вперед своего расцвета тоже была языческой. Наши отцы и матери тоже были язычниками. Причем не просто язычниками. В период расцвета египетского государства, Римской империи, но Руси еще сохранялась ведическая культура. Так гордиться мы должны своей языческой историей, своим происхождением или стыдиться? Нам внушают, что мы должны стыдиться своего происхождения. Слова язычества, язычник превращены в слова-символы. Символы чего-то плохого, ужасного. Слово христианин тоже стало словом-символом. В итоге, из преподносимой нам истории о нашей стране, нам внушили следующее. Наши предки были какими-то ужасными темными людьми. Но пришли просветители, принесли идеологию, разработанную в Израиле, христианство. Российский князь Владимир взял и окрестил всю Русь. Недавно мы отпраздновали тысячелетие Крещения Руси. Но что такое тысячи лет? Миг на фоне миллиардов лет. Но представим себе не миг, а один день. Это очень важно, уметь сжимать время. Сейчас увидите, что при этом получается. Вы просыпаетесь прекрасным солнечным утром и видите гостей на пороге вашего дома. Но гости вам рассказывают о том, что ваши родители плохие, ужасные, язычники, а надо быть христианами и не с природой общаться, а грехи свои замаливать, потому что ваши родители так нагрешили, что и на вас их грех перешел. И вы тут же соглашаетесь с утверждением пришельцев, идете за ними в храм, целуете им руки, просите их благословения и стараетесь даже не думать о своих родителях. Стираете их из своей памяти, оставляя лишь понятие «язычники ужасные». Вот такая картина получается при образном сжатии времени. За тысячу прошедших лет акцентируют наше внимание на массе различных событий. Рассказывают, кто с кем воевал, какие прекрасные строились сооружения, кто на ком женился из князей или царей, кто и как власти добился. Но по сравнению с отношением к своим родителям, к их культуре, это значения существенного не имеет. Все остальные события, катаклизмы и невзгоды будут лишь следствием основного предательства своих родителей. «Но мы не предавали родителей», — скажет кто-то. «События ведь происходили более тысячи лет назад. В то время жили совсем другие люди». Что ж, я могу перефразировать, расширить время. Но суть все равно не изменится, если сказать так. Ваша далекая, очень далекая прамамочка была язычницей. Она любила и понимала природу. Она знала вселенную и значение восходящего солнышка. Она родила вас. Вас, далекого-далекого, родила в прекрасном саду. И радовалась ваша красавица-прамамочка вам, и ваш отец был счастлив к появлению вашему. И хотели они, ваши прародители, чтобы вы сделали прекрасное пространство еще более прекрасным. Сделали так, чтобы пришло это прекрасное пространство к вам, сегодняшнему. Пришло, улучшаясь из поколения в поколение. И вы, сегодняшние, могли жить на земле, превращенной в божественную райскую планету. Они делали это именно для вас. Они были язычниками. Они могли понимать через природу мысли Бога. Ваши далекие, очень далекие, мама и папа, знали, как сделать вас счастливым. Они знали, потому что были язычниками. Ваш отец погиб в неравном бою с чужеземными наемниками, сражаясь за ваше будущее. Вашу маму сожгли на костре за то, что она не хотела сменить ваше прекрасное будущее на сегодняшний день. Но сегодняшний день настал. И потомки язычников сегодня коленопреклоненно целуют руки потомкам тех, кто сжигал их матерей и убивал отцов. Целуют и сочиняют песни о непокоренности России. Поют песни о русском духе, рабски ползая на коленях уже второе тысячелетие. Какая свобода? Очнитесь, находящиеся под тысячелетним гнетом, одурманенные, как наркотиком, иностранной идеологии. Очнитесь, кто может. И подумайте, как могло произойти, что Анастасия, сибирская отшельница, россиянка, сказав всего несколько слов о российской истории, сразу наткнулась на противостояние и не где-нибудь, а именно в России. Если эта страна, как мы считаем, не захвачена заморскими идеологами, то кто тогда оказывает сопротивление? Получается, что это сами россияне сопротивляются даже упоминанию о своем прошлом, о своих родителях. Вроде, как они, россияне, совсем умом тронулись. Да нет, не совсем. И об этом свидетельствуют многочисленные письма, песни и стихи, миллионные тиражи книг с высказываниями Анастасии. Сердца россиян начинают биться в унисон с сердцами их далеких и близких родителей, мечтавших о счастье своих детей. Противостояние провоцируют наемники и их пособники. А вы что, всерьез думаете, что изменение образа жизни всего русского народа своим словом изменил какой-то русский князь по имени Владимир? Да еще не очень прочно сидевший в своем княжеском кресле. Этак сидел-сидел и вдруг говорит, я, ребята, думаю, вам всем надлежит забыть культуру своих родителей и быть обращенными в христианство. И народ с воодушевлением отвечает, да, конечно, надоела нам культура наших предков, давай, князь, покрести нас. Абсурд? Конечно, абсурд. На самом-то деле князь Владимир сначала пытался усилить свою власть путем изменения религиозного мировоззрения древних славян, создав для этой цели пантон языческих божеств. Однако языческие верования не могли осветить складывающиеся социальные отношения, оправдать имущественное и социальное неравенство, эксплуатацию человека человеком, богоустановленность княжеской власти. Это заставило князя Владимира для удовлетворения своих политических амбиций выбрать чужую религию для русского народа. Да и не секрет, что выбор пал на византийский вариант христианства, поскольку он предусматривал фактическое подчинение духовенства княжеской власти, несмотря на юридическую подчиненность Константинопольскому патриархату. А нас уверяли, что сделал он это во благо просвещения и благоденствия Руси. Все мы знаем, что изменение идеологии сопряжено с социальными катаклизмами и кровопролитием. Но здесь произошло не просто изменение идеологии. Сменились резкая религия, культура и образ жизни, социальное обустройство. Если сравнивать происшедшее в те времена с революцией 17-го года, то это была революция в квадрате. Если и произошла после этой революции кровопролитная гражданская война, то она была гражданской войной в квадрате. Но гражданской войны в те давние времена не было. Не было просто потому, что в языческой России были только язычники. Нам говорят о противостоянии, в том числе и о вооруженном противостоянии христиан и язычников Руси. Но если вся Русь была языческой, то откуда тогда на Руси взялись христиане? Они пришли с наемниками извне. А князь Владимир к тому времени был далеко не самым могущественным князем. Конечно, князь имел у себя на содержании дружину, но нам известно из истории, что для хоть сколько-нибудь серьезных военных действий этой дружины было недостаточно. Всегда требовалась поддержка народа. Народное ополчение в Древней Руси всегда было основной военной силой. Но о каком народном ополчении можно говорить, если весь народ был против крещения? Наемники извне? Конечно. Но вряд ли в княжеской казне было столько средств, чтобы нанять целую армию и оплатить ее работу. Конечно, не было. Но он их получил. От кого? От ставших к тому времени достаточно богатыми патриархов Рима и других христианизированных стран. Таким образом, тысячи лет назад полурусский князь Владимир в обмен на усиление своей власти разрешил на Руси вести пропаганду, устраивать интриги и провокации иностранным эмиссарам, а затем и совершать физическое насилие над русским народом. Русь оказалась более стойкой, чем Римская империя, и пропаганде не очень-то поддавалась. Вот тогда-то и была укреплена за счет наемников княжеская дружина, и с помощью наемников уничтожена часть непокорного населения. Это всего лишь версия, могут сказать оппоненты. Нет, господа идеологи, это историческая объективность. Скажите, господа приверженцы оккультных идеологий, сколько миллионов российских отцов и матерей вы сожгли заживо на кострах? Назовите свою цифру, пусть заниженную. Или скажете, не было этого, не жгли, было. Об этом и в ваших источниках упоминается. Вспомните. На соборе уже в 15 веке заволжские старцы поставили вопрос об отмене смертной казни еретиков. Заметьте, уже прошло 500 лет от крещения, а русичи все еще сопротивлялись. Казнь не отменили, и старцев заволжских постигла незавидная участь. Но если вы хотите рассматривать сказанное мной всего лишь как версию, пожалуйста. Только давайте тогда рассматривать как версию и ваше утверждение и сравним эти две версии. При сравнении можно сразу сказать, что ваша не поддается никакой логике. Она основана лишь на утверждениях, которые вы требуете воспринимать как истину. К тому же вы не можете представить абсолютно никакие документы, которые подтверждают к примеру человеческие жертвоприношения язычников Руси. Покажите народу археологические свидетельства, раскопайте жертвенники. Не получится, потому что не было их. Покажите книги язычников, где они излагали свои взгляды на мир. Пусть люди сами сравнят культуры двух цивилизаций. Не покажете? Почему? Да потому что ознакомившись с текстами, люди увидят всю бредовость сегодняшнего образа жизни. Итак, доказательств вашей утопической версии у вас нет, потому и требованием ко всем верь и все тут. Верь нам, а если не захочешь, получишь ярлык неверующего, бездуховного человека. Подтверждение тому, что Русь была порабощена с помощью интриг и силы, существует. Я не буду приводить их в длинный перечень. Для примера скажу об одном. С тех пор и по сегодняшний день Русь можно считать порабощенной. И сегодня на Руси преобладает иностранные идеологи. И сегодня Русь платит дань. Только форма выплатыная, перекачка капитала, продажа недр, засилие иностранных некачественных продуктов питания. И сегодня очень внимательно отслеживается идеологическая составляющая. Одно лишь упоминание о культуре Древней Руси приводит действие механизм противодействия. И не прекращаются интриги и нападки на Анастасию. Говорите о свободе слова, а почему же так боитесь слов ее? Стремитесь оболгать и не дать народу ознакомиться с культурой своей страны? А вот почему. Культура наших предков прекрасна, радостна и высокодуховна. Основное обвинение в адрес Анастасии строится на том, что она язычница. Без всяких доказательств или рассмотрений выдвинутых таежной отшельницей идей. Хотя Анастасия четко и ясно назвала себя ведрусой. В своей предыдущей книге, которая называется «Родовая книга», я привел рассказ Анастасии, повествующей об обряде венчания двух влюбленных. Всего две тысячи лет назад этот обряд еще существовал на Руси. После этой публикации последовали заключения ученых и исследователей. Я уже говорил, в последнее время высказывания Анастасии исследуются учеными разных направлений науки. Они делают это открыто и даже стремятся опубликовать свои работы. Другие просто присылают их в фонд для ознакомления. Чтобы не подвергать их нападкам, я не буду здесь указывать фамилии, приведу суть высказываний. Обряд венчания, бытовавший в культуре Древней Руси, представленный Анастасией, является уникальным, бесценным документом, свидетельствующим о высочайшем уровне знаний древних россиян. Весь обряд основан не на верованиях в сверхъестественное, а именно на знаниях того, что мы сейчас называем сверхъестественным. Отдельные элементы этого обряда можно увидеть у разных народностей сегодня. Но в современной интерпретации эти элементы носят чисто ритуальный, неосмысленный и неполный характер, а следовательно, не способствуют скреплению союза двух влюбленных в той степени, в которой они были действенны при их осмысленном применении. В современном исполнении некоторые из них представляются бессмысленными, основанными на каких-то суевериях и в лучшем случае переходят в разряд так называемых эзотерических действий. Представленный Анастасия обряд приводит неосмысленность к осмысленности величайшей рациональности и говорит не только о знаниях, но и непревзойденном уровне духовности предыдущих нашему славянских поколений. Продолжение следует... Продолжение следует...